Владимир Соловьёв чуть не отправил в отставку Владимира Путина. Во всяком случае, из-за неудачно подобранной формулировки такое может послышаться. Мало посадить тех, кто провинился. Ещё необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и чётко. И неважно, в каком они будут министерстве, как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была отставка Верховного, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек не по моей зарплате такие решения принимает. Но давайте всё-таки брать всё лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. Судя по вздоху Ох со стороны депутата Гурулёва, тот тоже подумал, что Соловьёв сказал отставка Верховного главнокомандующего. Но всё же Соловьёв имел в виду о создании ставки Верховного главнокомандующего. Ну а дальше пропагандист продолжит свою привычную риторику вешать и стрелять, стрелять и вешать. Очевидные же сетки, которые используются. Сетка Навального. Да? Она вся хорошо известна, можно просто спокойно отрабатывать. Вторая сетка криминальная. То есть те, которые по каким-то причинам попали, уголовные элементы. Так же, как радикальные исламисты, которые сейчас откровенно используют. И третья сетка нарко. Потому что достаточно давно было известно, что существенная часть наркотиков поступает в территорию Украины. Как они затягивали, кто в этой сетке, что в этой сетке, каким образом. Вот поэтому тихо, спокойно все эти сетки надо отрабатывать и вешать людей. Вешать. Вешать. Угрозы со стороны Славьёва – вещь не новая. Но с начала войны их, в принципе, стало намного больше, потому что контролировать себя у ветерана телеэфира уже совсем не получается. Вот он орёт на военное командование. Сколько это вообще может продолжаться? Вот вы мне объясните. Чтобы это работало, там, ездило, летало? Что непонятно, что ли, каким маршрутом это всё должно заходить? Каким маршрутом подонки заходят? Да всё это ясно. То есть, получается, нам захреначили склад. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Мне просто хочется увидеть его лицо. В три смены мужики пашут. Страна, напрягаясь вот изо всех сил, наращивает объём производства, чтобы ты, подонок, это так складировал. При товарища Сталине ты бы, сволочь, уже бы с дыркой во лбу был. А тут любитель Муссолини ругается на радиосвязь в российской армии, что установки РЭП весят по 40 килограммов. Приезжаю там в Курскую губернию, пошли на передок. А качество связи такое, что мне просто хочется взять азарт и по голове им бить людей, которые меня пытаются убедить, что это лучшая связь в мире. На третьем году войны проблемы связи мы можем решить или нет. Не рассказывать, как мы решаем, и не сажать там очередных, а решить проблемы связи. Всех ответственных на передок, к ребятам, к штурмам, чтобы они рядом с ними ходили и рассказывали, так они делают, не так они делают, что работает, как работает. Может быть, всё-таки нужен смерть? Вот просто. На расшитие узких мест и на вразумление неразумных. Июль 24-го года. Соловьёв орёт уже на губернаторов, которые не умеют грамотно реагировать на атаки беспилотников. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело сё. Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Что, непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой всё в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага? Что, непонятно, что после этого он должен не делать вид, что, ой, всё, я тут, сейчас мы чуть-чуть. Он должен заняться тем, что ставить, бить тревогу. А тут Соловьёв уже в прайм-тайм честно заявляет, у вас патриот отечественного производства, простите, говно. А вы посмотрите, на чём, например, бойцы ездят. Что, на машинах российского производства, да? Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немеренно, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чём мы речь? Российских мотоциклов не существует. Кто не в курсе? Это большая проблема произвести. А баги, например? Да, есть Гудермеси, делают баги. Хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Надо сказать, что раньше Слоёв не позволял себе срываться на военное ведомство, а губернаторов, если и критиковал, то каких-то конкретных. Ну, тех, что можно. А вот унижать обычных людей – привычка, которая всегда при Владимире Рудольфовиче. Снова ток-шоу, снова прайм-тайм. Слоёв требует от белгородцев перестать возмущаться. Ну и что, что правительство вас бросило и оставило под бомбёжками? Времена Тироллы, знаете ли? Это он всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили. Заткнитесь, твари! В декабре губернатор Голдков пришёл в правительство и сказал, по его ощущениям, что идёт. Правительство моментально выделило миллиарды, на которые была закуплена бронированная плёнка, которая обклеена, в частности, стёкла, поэтому поражающий эффект от разбитых стёкл минимизирован. Были закуплены и построены специальные укрытия, которые сейчас расставляют по всему городу и уже были расставлены, всё время наращиваются. Построена система оповещения, работающая блестящая, телеграм-канал, радиоканал, по которым идёт моментальная команда. То есть, когда пошла угроза, есть где-то минута для того, чтобы остановить машины, выбежать и скрыться в укрытиях. Там работают все. Все работают. А если вы что-то не знаете, просто заткнитесь. Бывает, что в отдельных пассажах Соловьёв успевает оскорбить сначала мобилизованных, затем их родственников и в конце пнуть ещё и зет-военкоров. А что ты должен, государство? Что ты должен, Родина? Но мы же эти вопросы никогда не задавали. Ну, скажем так, 30 лет современной России эти же вопросы нельзя было задавать. И когда мы посмотрим, кто 500-ый, кто начинает звонить там BBC и ещё куда-нибудь, чьи родственнички начинают работать на Укрпропаганду? Писать такое, что это чушь, читать невозможно. Кто доводит разных Кашеваровых до истерики и до мата, твою мать? Ты женщина-журналист. Материшься, как последняя продажная девка. Понятно, что у Соловьёва такая работа. Много часов в сутки сотрясать воздух, врать и отмазывать Путина. Но в то же время пропагандист отлично понимает. По плану уже давно ничего не происходит. Если будет надо, в речах Соловьёва фраза «ставка главнокомандующего» может легко превратиться в отставку главнокомандующего. Ведь сами обитатели телестудии уже не скрывают, чего именно они боятся больше всего. Об этом, к слову, они говорят в программе Соловьёва. Потому что тебя они повесят на берёзе, меня они повесят на осине. Вам, вероятно, дадут возможность выбрать дерево по вашему желанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова